И вроде бы асфальт на третий лагерный хороший, и бордюры ровные, а тротуар все равно не подходит для комфортного передвижения. Во вторник днем активисты клуба людей с ограниченными возможностями здоровья «Открытое сердце» лично пробовали преодолеть отремонтированные по федеральной программе дороги. Здесь и песок, и спуск довольно-таки крутоват, и я побаиваюсь, передние колеса не попали бы в песок, то есть прокручивать не начали бы и не упасть. То есть я бы для страховки в данном случае просила бы кого-нибудь из прохожих подстраховать, потому что это дорога, и если я упаду, это будет не сильно приятно. Среда получается недоступной и барьерной. И на улице Кудряшовой, и на третьей лагерной. А деньги выделяли на приведение дорог в нормативный вид большие. В контрактах с подрядчиками прописаны нормативные требования к покрытию для людей с ОВЗ. Расстояние, продольный уклон и высота перепадов. Но, как выяснилось, они не соблюдены. Замечания по опорникам – это большой уклон, очень сильно им сложно съезжать, и большой перепад между бордюром и проезжей частью. Он должен быть, по-моему, с полтора сантиметра, он гораздо выше, что затрудняет проезд на коляске. Плюс тактильная плитка не именно здесь, а по другим адресам сделана с нарушениями. Еще один момент я заметил, то есть на пути движения препятствия не ограничены тактильной плиткой. Общественники специальных измерительных приборов не использовали и к мелочам не придирались. Задача была элементарной – понять, сможет ли человек проехать по указанному тротуару на инвалидной коляске самостоятельно. Сил прикладывать приходилось много. Колеса скатываются. Когда идет подъем с дороги, он должен быть плавный и без ямок, потому что это препятствие для нас. И мало ли, дождь будет, предположим, да, лужа, мы не видим, что нас ожидает впереди. То есть это может быть большая яма, попав в которую мы просто упадем на дорогу. Общественный контроль, о котором говорил губернатор, проверенные объекты не прошли. Городские власти в социальных сетях обещали к мнению маломобильных групп населения прислушаться и подключить активистов к приемке дорог, ремонтируемых по федеральной программе. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова.